Выставка «Агрокомплекс» продолжает свою работу. Пока жители закупают фермерские продукты, участники рынка ищут новые пути развития. 27 марта аграрии обсуждали проблемы и способы их решения в птицеводстве. Прежде всего здесь больше речь идет на сегодняшний день, в том числе и безопасность. Ну и, напомню, опять же, тех моментов, которые произошли у нас в ближайшие годы. Это из племзавона Благоварска, в том числе и башкирская птицеводка и так далее. То есть хочу отметить, что на первом месте стала и ветеринарная составляющая, и, прежде всего, не только связанная с птичьим гриппом. Говорили на круглом столе не только о курицах, но и о гусях. Их разведение в Башкирии, по словам спикера, перспективное направление. Но и там риск эпидемии немал, особенно в последние годы. Понятия раньше такого не было даже, чтобы заниматься углубленными вопросами с ветеринарией. И, в принципе, птицы по иммунитету, птицы по сравнению с теми же курами, они более-менее иммунеспособны, скажем, более противостоят. В данном случае больше иммунитет выражен, чем у курей. Но на фоне завоза инкубационного вида молодняка извне, понятно, что пришли соответствующие болезни. Из каких именно стран и регионов завозят молодняк с болезнями, спикер не уточнил. Но сказал, что без скрещивания нескольких пород невозможно вывести молодняк и пустить его в производство. И сразу уточнил, что именно гусеводство сейчас одна из самых независимых отраслей. На сегодняшний день гусеводство – это практически единственная отрасль в Российской Федерации, которая имеет свою племенную базу и не зависит абсолютно из вне. Если говорить о куроводстве, то мы прекрасно понимаем ситуацию, когда речь идет о завозе племенного материала, исходных форм, в данном случае родительских форм, в количестве 90 и более процентов. Если взять индейку, то это практически 100%. Таким образом, гусеводство – одно из лучших фермерских направлений, говорит первый спикер. Но его оппонент-коллега все же считает, что разводить кур в Башкирии выгоднее. А обосновывает он это тем, что зайти в гусеводческий бизнес сейчас нереально. Гусеводы – они хорошие люди. Очень хорошие. Но когда яйца в сезон они продают, продают по 100 рублей нам яйца. А когда цыплята мы торгуем, они продают цыплята по 100 рублей. А у нас себестоимость повышается в 2-3 раза. Но мы не можем. В итоге Була Трафиков решил заниматься разведением кур. И уже почти 10 лет успешно развивается в этом деле. А потому решил поделиться своим опытом с начинающими птицеводами. И рассказал про подводные камни. Убойный цех создали, начали уже ветеринарные службы. У нас по хорошему слову хорошо иметь. Почему? Потому что мы должны по всем санпинам, по санитарным нуждам, Россельхознадзор, ветеринарный надзор. Мы должны прежде всего создать свои условия, чтобы у нас чистые зоны. На строгость ветеринарных служб сетуют и другие производители. Правда, соглашаются, что такие проверки очень важны. Ведь иначе производство придется закрыть. А причины могут стать просто плохо вымытые руки. На такие проверки уходит очень много денег, говорят бизнесмены. Но все же, птицеводческий бизнес в республике остается очень прибыльным. Спрос очень большой. На сегодняшний день мы свое мясо в средней цене продаем по 250-260 рублей за килограмм. Это на сегодняшний день, когда если набережные Челминские эти продают по 170 с НДС, то мы без НДС 260-250. Ну а в рознице продаем по 300 рублей. Кроме серьезных требований к санитарии, птицеводов беспокоит также кадровый вопрос. Даже несмотря на автоматизацию многих процессов, рабочих рук на ферме не хватает. А причина – маленькие зарплаты в сравнении с дотациями и социальными выплатами. У меня сотрудники говорят, вот у меня, говорит, соседка сидит дома, она, говорит, получает 50 тысяч. У меня сотрудница приходит, она сутки через трое работает, у меня в месяц получается 8-7. И я плачу в рот, ну, 23 тысячи 400 рублей. Это за 7 дней. Я ему объясняю, ты больше получаешь. То есть, если вот каждый день будешь работать, ты больше 60 можешь получить. Нет, я так не хочу. Никто не хочет работать. Вот самый трудный вопрос – вот этот кадровый. Поднять зарплату предприниматель пока просто не может. Но как он справляется с кадровым дефицитом, Булаз Рафиков не рассказал. Но проблему с кадрами пытаются решить и на уровне правительства. Создают профиль на аграрные классы и помогают с финансированием развития. Продолжение следует...